В Екатеринбурге определили лучших энергетиков. Задания для участников самые разные. Сварить трубы за считанные минуты и оказать первую помощь пострадавшим на производстве. Что получили лучшие специалисты, кроме признания коллег, расскажет Анастасия Горохова. Огромные трубы весом более 700 килограммов ремонтная бригада поднимает с помощью автокрана. По легенде, износившиеся трубы демонтировали с теплотрассы. Это одно из испытаний конкурса профессионального мастерства среди работников тепловых сетей. За правильностью выполнения внимательно наблюдают судьи. Смотрим правильность установки грузоподъемного механизма крана. Соответствующие записи должны быть произведены в журнале у кранащика. Следующий этап, как бы условно, завезли груз на теплотрассу. Они эту трубу должны застропить и подать к месту монтажа. В конкурсе принимают участие 8 команд, которые представляют теплоснабжающие компании и подрядные организации Свердловской области. В каждой есть сварщик, слесарь, электрик, диспетчер и мастер. Соревнование состоит из семи этапов, таких как сварка труб, проверка действий диспетчеров, перемещение грузов. Конкурс профмастерства решили провести, чтобы улучшить качество ремонтных работ. Поднятие уровня охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, постановление состояния пожарной безопасности. На основании соревнований выявить как плюсы, так и минусы каждой команды и их исправить за зиму. Следующей ремонтной компанией подойти более подготовленной, более качественной. Владимир работает газоэлектросварщиком уже 15 лет. Сегодня его задача сварить трубы. Посоревноваться в мастерстве мужчина решил впервые, но он уже решительно настроен на победу. Заварить собрались, мы стыкнули у них, а конкурс выиграть соответственно. В рамках конкурса энергетикам необходимо продемонстрировать еще и теоретические знания, ответить на вопросы по технике безопасности труда и показать навыки оказания первой помощи пострадавшим. Это особо важно, так как оборудование теплосетевого комплекса – источник повышенной опасности. Бригадам за несколько секунд нужно реанимировать куклу Гошу. Если им это удается, у уникального манекена появляется пульс. Потеря сознания, пульса нет, ручки расширены, приступаем к реанимационным действиям. Всем участникам конкурса профмастерства выплатят одноразовую премию, а лучшие специалисты в своей области будут получать надбавку к зарплате в течение года. Анастасия Горохова, Альберт Полудницын, информационная программа «День Екатеринбург».